Пора начинать. Мужской понедельник на 101.0. Что мы, собственно, и делаем. Мы это ведущая передача Николай Голиков и Владимир Сметанин. Напоминаем, что сегодня понедельник, 25 декабря. Католический мир празднует Рождество. Как известно, у нас всё в городе идёт к празднованию Нового Года. Соответствующая атмосфера, атрибутика уже в городе. И такая настоящая снежная зима, пока не морозная. — Ну, морозы тоже как бы на подходе где-то. — В общем, как-то всё чередом, это всё идёт, идёт. И вдруг накануне, как гром среди ясного неба... — Совершенно грустная новость. Я бы сказал, даже очень-очень грустная новость. Да, ушёл из жизни Василий Куприян Сураев. Пока более какой-то подробной информации не знаю ни у кого нет. — По-моему, один из источников, один из порталов уже написал о том, что в среду состоится прощание. Пока место ещё неизвестно. — Я думаю, что это дело в том, что это не какая-то, может быть, личная потеря для нас там, хотя мы все его прекрасно знали. Я думаю, что это огромная просто потеря для области и города, потому что вот в той, вот как бы для меня, по крайней мере, в той ситуации, которая складывается в последние годы, вот присутствие таких людей, как Василий Куприянович Сураев всегда оставляло надежду, что что-то будет изменяться к лучшему. — Один из самых грамотных, опытных руководителей, мнений, к точке зрения которого прислушивались. — Очень авторитетный политик, да, который имел свою точку зрения, умел её отстаивать. Вот, к сожалению, очень-очень, я считаю, большая потеря для всех нас. — Напомним, да, его, ну, такое, достаточно скандальное расставание с партией, переход в другую партию, и вот эти его заявления с трибуны областного законодательного собрания, конечно, ну... — Ну и последние выборы, последние выборы, да, всё это останется. — Он говорил о том, что и главой города не против стать, если ему доверят избирательную эту роль. — Грустно, очень грустно, всего 64 года. Это не тот возраст, на наш взгляд, в котором нужно выходить, вообще, любому человеку. — Соболезнования, да, соболезнования родным, коллегам. Виталий Брам тоже присоединяется на окна. — Добрый, добрый. — Да, сегодня у нас в студии Виталий Брам. — Общественный. — Общественный деятель. Или антиобщественный, мы тут ещё пока не решили. — Ну, раз уж там говорили, я всем приношусь там свои соболезнования, кто знал Василия Куприяновича. — Безусловно, потеря для области, для города, может, для страны даже, потому что был такой настоящий человек, который на своём горбу вытащил предприятие огромное, которое, в принципе, очень важное было, как для нашей области. — Так это отчасти был бренд нашей области, потому что я всегда помню, как мои друзья из Питера приезжали к нам и с сумками сметаны уезжали. — Я думаю, что он останется. — Всё-таки это было связано больше с Василием Куприяновичем в тот период. — Ну, это безусловно, у нас же всё зависит на личность. — Конечно, да. — Жаль, жаль. — Говорят, сердце не выдержало. — Ну, да, пишут, что это был плановый визит к докторам был, и вот во время процедур как раз-таки мотор-то и не выдержал. — Ладно, давайте переходим к нашей первой теме. Мы сегодня будем подводить, ну, своеобразные итоги, да, тоже темы, которая регулярно у нас здесь звучала и обсуждалась в нашей студии. — Ну, и не только в нашей студии. — Вообще, горячо так довольно в городе обсуждалось. — Виталий — это тот локомотив, видимо, да, можно так назвать, который эту тему так будирует, будирует. — В данном случае, скорее, автобус. — Автобус, автобус. На каком топливе работаете, Виталий? — Точно не до печном. — До печном, на танцах уже хорошо. — Чего ты коротко, Мерседес бери сразу. — С утра кофе заливаешь и поехал. — А нет, в общем, говорить мы будем о том, как обстоят сейчас дела в автотранспортном предприятии, в Кировском автотранспортном предприятии. Некие итоги, да, вот года подведем, расследование. Интересно очень это все свести сейчас в одну программу и послушать. Ну и, конечно же, напоминаю о том, что у Виталия есть свой сайт, bram.ru, где он, собственно, изыскания свои публикует. И вот АТП, вся правда, это одна из последних публикаций или последняя? — Ну, одна из последних, в принципе. И мы постарались обобщить все, что писали ранее. Все те выводы, которые мы сделали на базе нашего экспресс-анализа предприятия, деятельности предприятия, потому что мы проанализировали все закупки, мы проанализировали доводы работников АТП, не буду говорить, кого. Мы проанализировали какие-то вещи, с кем они сотрудничают, взаимодействуют, и с компанией, в каком объеме они закупают какие-то вещи, услуги и все прочее. Ну и у нас там родилось очень много вопросов, которые мы как раз-таки обобщили. По каким-то из этих вопросов уже работают правоохранительные органы, по каким-то уже четко сформированным мнениям в администрации города. Какие-то выводы есть, да. По каким-то стоит еще долго, наверное, разбираться. Потому что в том виде, в котором мы имеем, вот это монополиста в сфере перевозок в пассажирской городе, он не годится никуда. То есть, ну, просто мы такими вот шагами уничтожения предприятия, важнейшего для города, как социально важные услуги перевозки пассажиров, мы просто можем его лишиться и так далее. Ну, сейчас уже все ездят на такси, он, который уже дешевле стоит. Виталий, сейчас мы, собственно, да, пройдемся по этим итогам этого расследования, исследования, изучения деятельности АТП. И все-таки вот тот вопрос, который мы задаем в нашей теме, хотелось бы на него получить ответ. Автотранспортное предприятие на грани краха? Безусловно, да. Вот смотрите, буквально вот сейчас утром посмотрели мы арбитраж и увидели там такую штуку, как УК Ленинского района подает... Управедующая компания. Да, управедующая компания. Учредителем, который является АТП. Как раз-таки подает на АТП на 34 миллиона. О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору купли-продажи. То есть что это? Большой вопрос. В конце прошлого года в оборотах активов АТП появилась какая-то сумма такая неизвестная, 40 миллионов. Что-то с этим связано. То есть это либо какое-то здание, недвижимость продана или перепродана, перезаложена, заложена. Либо это какой-то займ может был в каком-то виде. Мы знаем, такая практика на АТП существует. Во многих мупах они брали займ, помимо коммерческих кредитов. Ну, сейчас я думаю, мы пройдемся с вопросом. Вот с чего начнем? Тут такой клубок, что надо какую-то ниточку искать. Давайте какие-то внятные предположения делаем. Ну, давайте вот с кредитов, с финансовой политики. Давайте с топлива. Давайте с топлива. Тема самая такая известная. На мой взгляд, вот эта тема топлива, она основополагающая. Потому что, ну, можно как бы долго говорить, почему там у нас не обновляется. Это самые крупные расходы АТП на топливо. Одни из крупнейших. Одни из крупнейших. То есть я бы не сказал, что самая крупная, но одни из крупнейших. То есть за последние годы АТП закупило топливо с 2014 года по 2017 на 766 миллионов рублей. Я вижу эту цифру на сайте. Довольно существенная. Но как бы не стоит забывать, что в принципе оборот АТП это около полутора миллиардов в год. То есть то, что мы платим за проезд, то есть это где-то вот такая примерно сумма. Довольно большая сумма. И при таком положении монопольном на рынке и таких больших оборотах, говорить о том, что оно может быть убыточное, это какая-то глупость. Нас убеждали в этом долгие годы. То, что нам все не хватает денег, то есть все. Давайте проезд поднимем до 34 рублей. Насколько было смешно смотреть этих двух усадных человек, которые убеждают всех вменяемых людей, что нам не хватает. Ну слушайте, как бы это кошмар какой-то. Вернемся к топливу. Закуплено на 760 миллионов рублей. Я напомню, что в прошлом году на предприятии пошли по этому разделу, так скажем. По этому вопросу обыски произошли. Несколько раз своими документами. И сейчас один из замруководителям, это господин Анатолий Криволапов, находится под домашним арестом. Это зам Николая Дубровина. Меня это, по-моему, мошенничество. Николай Дубровин это генеральный. Николай Дубровин это генеральный. Но, насколько нам известно, Анатолий Криволапов является родственником одного из членов совета директоров, может быть, уже бывшего. И бывшего депутата городской думы Сергея Медведкова. Очень близкие люди к одной из фигур, которая нам всем известна. Которая сейчас чуть ли не второе лицо региона, к сожалению. Или к радости. Смотря с какой-то точки зрения. Да, посмотреть. Суть в чем. То есть, долгие годы нам говорили. И мы видели. Слушайте, у нас там троллейбус не развивается. Мы снимаем линии, нам это невыгодно и все прочее. Почему? Ну, слушайте, во всем мире, в принципе, троллейбусы, они довольно хорошо развиваются. Как довольно экологичное топливо. Да и довольно экономичное. Экономичное. А у нас почему-то нет. Почему? А вот простой ответ, очень простой. Туда нельзя залить печное топливо. Точно так же, как и не развивались там покупка автобусов. А хотя были программы, в том числе федеральные. И при поддержке там Газпрома, в том числе по закупке автобусов на газомоторном топливу. Почему не закупались они? Всего там три автобуса у них. Да потому что не залить печнуху. Вот и все. Вот и все. Виталий, дайте 30 секунд на размышления нашим слушателям дадим и вернемся. Кировское транспортное предприятие на грани краха. Задаемся мы сегодня вопросом. Разъясняет нам все Виталий Брам, общественный деятель, который на протяжении всего года, собственно, уделял много времени анализу происходящего ВТП. И мы тут до перерыва сделали предположения смелые. Нам в городе троллейбусное движение, движение автобусов на газе не выгодно. Потому что... Нет, нам оно выгодно. Нет, оно не выгодно АТП. Оно выгодно АТП. Там не закупишь печнуху. Оно не выгодно конкретным людям. Как мы уже сказали тот человек, который зам директора Анатолий Кириллов, ему это не выгодно, он с этого получил денег. Под домашним арестом, я думаю, находится дело открыто, уголовное. Это не выгодно, я так понимаю, Николаю Дубровину, который возглавляет предприятие долгие годы. И странно, что он не видел свои закупки топлива. Если учесть, что сумма 750 миллионов по топливу и генеральный директор, который не отслеживает, я в это, конечно, очень с трудом верю. Хотя в нашей реальности, при наших вот этих замечательных руководителях, которые появились здесь, откуда? Из военкомата, из этой замечательной кузницы кадров, вполне возможно, он даже и не смотрел. Зачем? Это, наверное, выгодно также Сергею Медовикому, который родственник Криволапова и члену Совета директоров. Это выгодно, наверное, всему члену Совета директоров. Там и Дмитрий Николин, наш замечательный, бывший руководитель у Калининского района был. И много еще там других, довольно известных людей, депутаты такие все за народ. Но, тем не менее, мы видим, вот они так вот за народ выступают. Выступали. То есть с конца прошлого года изменился поставщик. До декабря прошлого года поставляла топливо на компанию АТП. Компания типография. Название великолепное. Типография великолепного. Могут, могут, да. Как еще? Каким образом... Чернилому может, наверное, только поставлять поединки. Сейчас нам расскажут. Каким образом, то есть, происходило, в принципе, ограничение конкуренции изначально, еще при формировании документации. Они прописывали ГОСТ в требованиях 305-82. Первое, это ГОСТ, который не действует с 15-го года, с 1 января. Вместо него другой, подобный же ГОСТ, но тем не менее. И второе, это ГОСТ, ну, вот мы прозвали для танкового топлива. То есть, его запрещено продавать... Мы же военкоматовские парни, ты что хочешь? Конечно, танковое топливо. А может, у них было топливо просто на банке? Может быть, я же. Где-то в военной части хранилась. То есть, по этому ГОСТу четко прописано, что топливо поставляется по государственному оборонному заказу и на экспорт. Вот два вида. То есть, его нельзя на гражданском обороте использовать, да. Ну, это все четко прописано в самом ГОСТе. То есть, первое, уже идет ограничение конкуренции. Ну, именно поэтому, я думаю, что там какие-то крупные предприятия, взять там движение нефтепродукт, которое стало поставлять после уже в этой истории, да. То есть, сейчас вот они поставляют. Видимо, не могли заявиться, потому что у них нет танкового топлива, они откуда не возьмут его, да. У нас для танков как-то заправок нет, да? Ну, да. Я правильно понимаю, вот период сотрудничества с этой типографией, Вятка, это и как раз то время, когда непонятно черти какое топливо это и было. Да, типография, до нее была еще компания Промбитсервис такая, тоже по нашей информации, ну, близко к этим всем ребятам, и в том числе к типографии. Но потом по каким-то причинам поменяли на типографию. Ну, вот последний, там, 15-16 год, как раз таки, работала типография. Прекрасно работала. То есть, на сотни миллионов рублей у нас может поставлять типография топлива на автотранспресс-предприятия. На крупнейшее предприятие. На крупнейшее. Это сюрреализм. Ребята, это Сальвадор Дали, как я и говорил, уже рисует. Ну, ладно, название мы, бог с тобой, пусть называются. Виталий, можно современность перенести? Сейчас ты каким топливом заправляют автобусы? Сейчас хорошее топливо, нормально? Я надеюсь, с конца прошлого года был изменен ГОСТ, уже после обыска первых. ГОСТ стал под евротопливо и поставляет его ЧПЦ к нефтепродукту. Ну, движение все равно известно. По отзывам, ну, топливо стало намного лучше по качеству. По водителям, которые на автобусах работают, говорят, вот сразу изменилось, как хорошо стало. Тем не менее, к чему это приводило, если мы дальше пойдем, ну, разматывать? Нет, ну, погоди, все-таки, погоди. Ну, типография, хорошо, как бы она ни называлась типография. Ну, вроде бы, по конкурсу поставляют, получается, топливо, соответствующее ГОСТам. Откуда же печка-то берется? А вот смотрите, то есть, это, кстати, еще один пласт, да, то есть, на самом деле, топливо, которое поставлялось, что мы можем сделать выводы из заявления о МВД, то есть, они прямо уже, там, цитирую, под видом дизельного топлива, в АТП по завышенным ценам поставлялись низкокачественные нефтепродукты, судовой и топочные мазуты, использование которых приводит к повышенному уровню загрязнения атмосферы. Это цитата у МВД по Кировской области. Ну, так называемое, там, печное топливо в миру называется. В миру называется это так. Но, еще раз говорю, то есть, прописан был ГОСТ не евротоплива, не нормального дизеля, а какого-то странного танка. То есть, это была та вещь, благодаря которой какая-то там компания типа типографии Вятки могла заявиться на эти аукционы, то есть, выиграть. Потому что другие не могли, просто по банальной причине у них не было, ну, никогда не поставляли такое топливо. Там только оборонные какие-то попереди и экспортные, если можем судить. Так. Вот, если мы будем смотреть дальше, то есть, ну, понятно, ну, а же там отложим. То есть, мы проанализировав, за 14-го года, то есть, по той истории, которая отображается на сайте госзакупок, то есть, там, 3 года, вот эта вилка, да, мы собрали все закупки, все аукционы и сравнили цены с печным топливом, которые были в тот момент времени, закупки совершались, когда на рынке. У нас получилась такая сумма в 98 миллионов рублей, ну, то есть, почти 100. Это по скромным подсчетам, это по цене хорошие печки, она тоже разная бывает, да. То есть, заплатили за это горючее на 100 миллионов больше? Нет, немножко не так. То есть, ну, в принципе, да. Заплатили, грубо говоря, 765. Из них вот эта там разница между стоимостью нормального топлива и стоимость там топлива, по которому закупалась, это была стоимость евротоплива по ГОСТу для танкового. Они закупали, как мы видим из цитаты ОМВД, печное топливо. Вот если сравнить разницу, вот вычесть вот этот вот, там, разрыв, да, получается 98 миллионов. То есть, 100 миллионов — это просто переплаченные деньги. Переплаченные деньги кому-то попавшие в замечательный большой карман. Где-то осевшие. На ваш взгляд, конечно, да. Да, безусловно. То есть, ну, было бы странно думать, что они не сели, это какая-то такая ошибка для того, чтобы... Ну, хотя в этой логике у нас же... Красивая сумма, круглая такая. 100 миллионов. Почти. 100 туда-сюда. У них вообще очень такая цифра, видимо, разменная. К чему это приводит, если будем дальше смотреть, на проблемы, которые происходят с АТП внутри предприятия. То есть, заправляя печное топливо, нужно понимать, что выходит из строя намного быстрее топливная аппаратура, ну, и вообще там двигатели. Да, вообще двигатели, да. То есть, капремонты, вот это время проведения, безусловно, сокращается. То есть, их чаще нужно делать, ремонт топливной аппаратуры тоже нужно очень часто делать. Один ремонт такой, одного автобуса стоит порядка 100 тысяч рублей. Капремонт порядка 500. Ну, вот такой порядок цифр. То есть, сколько таких средств было затрачено на эти ремонты, тоже большой вопрос. При том, что у нас возникли вопросы, в принципе, и по запчастям. Есть факты, прям подтверждающие то, что после начала использования этого некачественного топлива число ремонтов возросло. Слушайте, а цифр статистических их нет? Практически, если вы пообщаетесь с любым автомехаником... Не, они меня пошлют. Не, ознакомиться надо, значит. Нет, просто с человеком, который понимает, как устроен бензиновый двигатель. Я, кстати, учился на автомеханике. Дизель, да. Ну, так дизель, в принципе, почему. Это, безусловно, приводит к этим повышенному количеству ремонтов. То есть, опять же, мы говорим про повышение трат. То есть, смотрите, это вот вторая составляющая. То есть, 100 миллионов — это не окончательный приговор? Нет, далеко не. Далеко не. То есть, мы приводим к тому, что нужно очень часто ремонтировать автобусы. Закупать запчасти. Как они закупались, тоже большой вопрос. То есть, мы посмотрели через сайт госзакупок, закупка автоцепчастей не проходит. То есть, соответственно, мы делаем выводы, что они бьют эти закупки на суммы меньше 100 тысяч рублей. Которые можно без конкурса проводить. Без конкурса, да. То есть, это компания, которая принадлежит муниципалитету, они должны по 223-му федеральному закону проводить закупки. Если сумма выше 100 тысяч рублей. Если сумма закупки ниже 100 тысяч рублей, то можно без закупок. Но вопрос-то в другом. Настолько мне это известно, там трата ежемесячная на покупку запчастей только одних, это порядка двух с половиной миллионов рублей годовая. Ну, я лично охотно. Ежемесячная. Два-два с половиной миллиона рублей. Охотно бы поверил. То есть, где они эти запчасти закупали? И насколько они качественные были? То есть, тут тоже вопрос большой. Так, два миллиона рублей, надо, чтобы меньше 100 тысяч каждый лотик был, да? То есть, надо 20, как минимум, в месяц маленьких закупочек производить. 20-50. Ну да, то есть, ну маленькие, не меньше 20. От 20 и больше. По 20, по 11, по 19, по 40, по 90 тысяч рублей, они есть. Я их все видел на самом деле. А где все зафиксировано? К сожалению, нигде. Это сейчас секретная информация. Так скажем, что это в моих предположениях. Но они основаны на объективной информации, так скажем. Ну, опять же, я же не могу подключиться к системе банковской и посмотреть. Но они так думают, по крайней мере. Скажем так, это вторая вилка. То есть, соответственно, за полгода, грубо говоря, если брать расчет, ну возьмем год, если по 2 миллиона в месяц закупать запчастей, это еще 2 на 12. 24 миллиона. Сколько там еще можно? Крутонуть. В общем, махинации кругом. Тоже большой вопрос. Я думаю, тоже не меньше 30 процентов. Вполне возможно. Вот еще вопрос. То есть, где это все закупалось? Все эти масла и все прочее, все качества, они как раз там лежат на предприятии, на тех людях, которые, в принципе, ответственны за закупку топлива. И доверие к ним, что все остальные закупки и деятельность предприятия в этой сфере, приходи быть честно, но сейчас точно мы не можем о таком говорить. То есть, было бы странно. Украли на топливе, я думаю, что и на всех остальных составляющих будут тоже так же красть. Вот и все. То есть, дальше идем. К чему мы идем дальше? Давайте пообщаемся. Понятно в целом, да? В целом понятно. Ну, мы уже как-то так забыли немножко о том, что помимо того, что это ущерб муниципальному предприятию, еще не забывайте про эти дымовые завесы над городом. Конечно, это ущерб экологии. То есть, здоровью людей. Конечно, мы же постоянно говорим, слушайте, у нас плохая экология, у нас аллергия у детей развивается. То есть, у нас сейчас очень мало детей рождается, кто был там без аллергии. Вообще их практически нет. То есть, это и топливо, это и всякая там песко-соляная смесь, в которой никак не можем почему-то отойти. То есть, в 21 веке уже, не знаю, такого не используется на нормальных мирах, так скажем. Идем дальше. То есть, откуда деньги брать все на эту закупку? Видимо, там полтора яда, которой оборот не хватает. Смотрим дальше кредитную политику предприятия. Давайте после рекламы уже. После рекламы, да. А самым главным после рекламы. Подошло у нас время рекламы. Будем рекламировать банки. Да. Продолжаем «Мужской понедельник». Мы общаемся с Виталием Брамовым, общественным деятелем. И Виталий рассказывает нам о ситуации, о положении дел на Кировском автотранспортном предприятии. В общем-то, выводы пока не виселые предварительные. Мы делаем. Итак, кредитная политика предприятия. Здесь тоже темный лес. И огромные-огромные-огромные цифры. Начнем с общих выводов, которые удалось сделать на фоне этого маленького анализа. Первое – это большая общая закредитованность. Сейчас пробежимся, раскроем их. Второе – это довольно непонятное назначение. Этих много миллионов кредитов. Третье – естественно, все происходит под залог муниципальной собственности, которая находится в АТП. И вся недвижимость, все базы на Щерса, на Северосадовой. Это все автобусы, все троллейбусы. Все заложено, перезаложено и так далее. Ну и последний пункт хотелось бы отдельно обсудить. Это не особо выгодные условия получения кредита при призывных условиях. Сейчас мы пробежимся. За последние годы АТП взяло кредитов на 465 миллионов рублей. То есть это с 2014 года. Из них она переплатит в 113 миллионов по процентам. Это коммерческие кредиты? Это коммерческие кредиты. Два банка – это Банк Хлынов и Дор-Трансбанк. Большая часть Банки Хлынов процентов. 80. Интересно. Только за последний 2017 год АТП взяло уже 130 миллионов рублей. 34 миллиона она заплатит по процентам. Куда они идут? Если раньше они говорили нам, мы берем кредиты, что купить автобусы. И на самом деле мы помним, автобусы в 2014-2015 году они закупались. В том числе за счет финансирования из бюджета. 50% на сука я помню. Ну там по-моему не очень много закупалось. Полтора десятка, по-моему. Полтора десятка. Там побольше было. Там в общей сумме за пару лет. То есть там порядка 40 точно автобусов было куплено. Я немножко перепутал КПАД и АТП. Все красные автобусы, которые катаются по самым выгодным маршрутам, которые принадлежат АТП, они закупались. Но с 2016 года не закупалось ничего. И если мы можем смотреть на динамику... То есть автобусы не закупались в 2016 году? Автобусы, да. То есть если в 2014 году АТП взяло 210 миллионов, как раз шли закупки, можно как-то еще понять. Надо проверить, конечно. Но нужно... Ну по крайней мере сходится. Мы покупаем автобусы, мы берем кредит. В 2015-м 66 миллионов взяли, в 2016-м 59. В 2017-м 130. Куда вы дели деньги-то? Да, и новых автобусов нет. Нет. Ни одного. Может быть, ближе к Новому году нам сообщат. Вот новогодний подарок. Вам, уважаемые горожане, держится новый автобус. Я думаю, это было бы... Да. Дед Борозу пришел, конечно, порядок бы навел. Все ждем. Так вот те цели... С генеральскими погонами под шубой. Да. Вполне возможно. Мы все ждем, когда уже... Ну у нас выборы президента, царя-батюшки Владимира Владимировича. Приди, порядок наведи. Там все просто по шапке дай. Игорь Владимирович, у вас сегодня будет в эфире. Задайте ему вопрос, когда уже, сколько можно. Давайте элементарный порядок наводить вместе. Все будет прекрасно. Так, ладно, возвращаемся. Первые шаги пошли. По кредитам. Так, общая закредитованность мы назвали, да? Полумиллиарда почти рублей, да? Да, то есть 465, по которым они переплатят 113. Ну в общей сумме с процентами это 579 миллионов за последние три года. Ну, большой вопрос куда, что и как. Так, то есть два банка, как мы назвали, Хлынов и Тор-Трансбанк. Большая часть Хлынов. Есть, посмотрим на те процентные ставки, которые были, особенно раньше. То есть когда вот там 14 год, конечно, шли, основные вот эти суммы брались, да? То есть там они были, доходили до 24 процентов годовых. Это же, ну, это какие-то немыслимые проценты. То есть там от 17 до 24 было. Сейчас в последнем году в этом уже, слава богу, упали до 14-13 процентов. То есть более-менее и то вопрос, слишком большие суммы и куда. То есть если на закупку автобусов, то есть лизинговые программы под 7-10 процентов. Зачем брать по 24 на покупку техники, когда можно взять ее в лизинг под 8? Я не понимаю. Видимо, процедура лизинга, она предполагает более какие-то серьезные усилия по подготовке. Я думаю, что нет. Здесь простая банальная история. Мы все прекрасно понимаем, чей банк хлынов, и он тоже хочет зарабатывать. Это прекрасно. То, что кто-то хочет зарабатывать, это очень хорошо. Я вообще прям вот поднимаю сейчас руки и говорю, молодцы. Но каким путем? Если за счет вот этих вот каких-то странных взаимоотношений, то, конечно, нужно это просто рубить на корню. А здесь я вот четко вижу, что по каким-то завышенным процентной ставке берутся кредиты в конкретном банке, он зарабатывает хорошо. Но кто это берет-то? Это все тот же Николай Дубровин, это все тот же Совет Директоров, это все тоже АТП. Это мы берем, это муниципальные предприятия. Мы, все жители, берем какие-то странные кредиты. Помимо кредитов еще была практика распространена, займы в своих управляющих компаниях, например. То есть это лишь Ленинский, в двух учрежденные АТП. В обеих. В обеих, точнее, да. Но мы же вятские лапки, в обоих. Мы имеем в виду Ленинского района города Кирова и просто Ленинского района, да? И в той, и в другой. То есть они обе учреждены АТП. 17 миллионов в свое время они взяли в той, которая банкротная УК Ленинского района города Кирова. И 38 миллионов у Калининского района, который сейчас действует. Которые надо бы возвращать. Кстати, вот последний займ 38 они уступили на КДУ-3. То есть, видимо, был долг, там взаимно уступили, переуступили. Ну, тоже большой вопрос, насколько он был оправдан, да? Нужно все это проверять. Кроме этого, интересно посмотреть, какие еще они займы брали, у кого. То есть, по нашим данным, это ООО электронный проездной, который как раз таки осуществляет учрежденный ему приц. Зачем, да? Это вот эта ООО, которая как раз таки транзакции проводит по карточкам на автобусах. Это мут-гостиница «Вятка», это мут-магазин «Спорттовары». То есть, во всех из них брались кредиты. То есть, гор-электросеть вот эти займы. То есть, в электронном проездном под 30 миллионов в год берут. В электросети 15 миллионов. В гостинице «Вятка» 14 миллионов берут. Ну, хорошо, берите. Они возвращены уже эти кредиты? А не факт. Вот по тем, что, допустим, в Ленинской управляющей компании не возвращены. Что-то уступлено, но ничего не возвращено. То есть, в каких-то остальных мупах нужно разбираться, насколько они возвратились. Может быть, сейчас нужно будет судиться с ними. Как вот еще раз говорю, очень интересно, уже пошел иск в суд на 30 с лишним миллионов рублей от учрежденной. То есть, что хотят сделать. Я напомню, что одна из управляющих компаний, старая, которая в банкротстве находится в процедуре, вполне возможно наступит субсидиарная ответственность учредителя, то бишь АТП. А там сумма таких требований кредиторов 210 миллионов. Кстати, основной это как раз-таки у Калининского района, который действующий. Порядка семи лет. А там, когда наступает субсидиарная ответственность, там в процентах взносов учредителя она раскладывается? Ну да, там основной учредитель это АТП. Там 95%. То есть, АТП, в принципе, практически главный учредитель, и на него эта ответственность может быть переложена. Блинная доля будет. То есть, это будет еще один удар в пару сотен миллионов. То есть, что мы хотим? Может быть, кто-то хочет его обанкротить и прибрать? Потому что, ну, при той закредитованности, вот мы же назвали суммы кредитов, там, полмиллиарда, да? То есть, в определенных банках, вот кому это все отойдет? Каким банком? Вот этим банком. Ну, в случае чего, да, допустим. Это, ну, как бы такое плохое развитие ситуации кошмарное, но оно вполне возможно предполагать, то есть, его нужно. И чтобы его как-то остановить, приостановить и исправить ситуацию, вот самые негативные шаги нужно, естественно, предотвращать. А на людях-то как это может отразиться? На конкретных горожанах, пассажиров? Слушайте, ну, я думаю, что в случае чего-то, если будет происходить, там, банк, роботства этих всех предприятий, или что-то такое, там, ну, во-первых, будет какой-то коллапс на какой-то период, в любом случае. То есть, неразберительный коллапс. То есть, какая-то нестабильная работа. Ну, да, да, да. То есть, ну, к чему дальше приведет, черт его знает. То есть, пойдут повышать проезд, не знаю. Ну, дело в том, что если такие суммы тут сверкают, где же их еще изъять-то, кроме как не из карманов пассажиров? Ну, да. То есть, ну, самое простое действие, ну, давайте поднимем тариф. Уже объявлено о том, что в следующем году повышение не произойдет. Слава тебе, Господи, да. Слава тебе, был на экспертном совете, как раз таки, РСТ. Большое спасибо экспертному совету, там, и депутаты ЗАГС собрания входят, и довольно известные люди, там, допустим, Роман Титов. Отдельное спасибо, он прям молодец. Вице-спикеру ЗАГС. Да, зарубил попытки, так сказать, на корню, и довольно оправданно. Потому что, когда сидят два этих человека, господин Чичибавин и господин Дубровин, то есть, один разваливал там троллейбусную всю эту историю в свое время, и сейчас продолжает в этой сфере работать, то есть, другой директор, который все это осуществлял, по сути, то есть, он ответственный лицо, он исполнительный всех этих вещей. Кто бы там ни был, замы, не замы, для меня не важно, есть директор, с него спрос. Вот и все. То есть, ну, слава богу, зарубили, но потому что, при том, что сейчас это все в паблике, сейчас там работают и правоохранители, и дальше будет развиваться все это, и я думаю, что есть, насколько мне известно, там четкое понимание, что здесь проблема существует, и, наверное, будут пытаться ее как-то решить у администрации города, у новой, да? Будем смотреть, будем наблюдать, по крайней мере. Там еще есть один любопытный пункт в этом анализе этого взаимоотношения с перевозчиками, которые работают на субподряде, тоже у нас остается буквально 3-4 минуты, хотелось бы, чтобы Виталий осветил эту интересную тоже ситуацию. В общем, есть ТТП, а есть частники, которые хотят работать, и им что-то нужно сделать, да? Да, то есть, смотрите, у нас такая история, что маршрутов и автобусов в городе порядка 300 по ДТП, у них своих автобусов 150 небольших, остальные на субподряде. Когда нам говорят, что мы же избавились от этих безстранных пазиков, безответственных частей, которые гонялись по городу, они просто работают на субподряде и платят дань, ежемесячно платят дань этому подприятию, который непонятно куда уходит и как проходит, тоже большой вопрос, нужно разбираться. Сейчас Виталий сделал интересный жест, он, когда говорил про платят дань, вот он с ладошки, с ладошки, да, башляют, башляют. Есть компании, это частники, которые особо приближенные к руководству, которые в привилегированном положении находятся, которые заменяют маршруты, которые на ремонте стоят, у них у самих довольно выгодные маршруты, в отличие от других частников, то есть там есть привилегированные, которые близкие, друзья, а есть вот эти самые плохие маршруты, забирайте, там что-то есть, там с ними делайте, только нам заносите и все. И проблема, естественно, состояния имущественной базы, но вот люди жалуются, которые работают, слушайте, а нету там ни запчастей, которые должны лежать там, ну там закупленные, да? Мы же ранее говорили о том, что закупки там происходят, запчастей есть. Ну слушайте, есть же, ну, если есть большое предприятие, у него, безусловно, есть какой-то там план, грубо говоря, там закупок сформирован, то есть план, понимание, что нужно, какие-то расходники, они должны быть, они закупаются сразу большим лотом, это падение в цене, это выгодно. Состояние самих автобусов тоже ужасное ведь. Мы сказали там, почему отчасти, про там, что топливо как-то влияет. Что уже испортили чуть-чуть. Где их ремонтировать, то есть там ямы затопленные, вот эти вот там ремонтные по горло. Как у них там? Затопленные? Бывает, да, то есть по весне там многие ямы затопленные просто. То есть ужасное состояние этой имущественной базы, которая находится. Ну, когда мышца в голове вращается, как тут нам увернуть там 100 мультов на топливе, кто будет думать о какой-то там имущественной базе. Ну, это как бы в дреме и нет у них у этого руководства. Ну и последний пункт, я бы отметил, это деятельность управящей компании. Это, ну, отдельный вопрос, но они крайне неэффективные. Вот эти там ленинские две. Одна в банкротстве процедуре, на вторую, на новую уже сейчас по арбитражным делам, если судить по статистике, ответчиками является на 1,1 миллиарда рублей за последние 12 месяцев. И АТП в обеих этих компаниях является учредителем, причем основным. Да, то есть там сейчас с ними судятся и ресурсоснабжающие организации, и люди недовольные. И там идут тоже обыски, и уже дела открыты какие-то. Ну, блин, ну что? Ну, не может быть такое, это просто какой-то кошмар. Что сейчас нужно сделать? То есть у нас, я понимаю, уже времени, да? Да, минуту. Что нужно сделать? Слушайте, вот мы привели абсолютно бесплатно, бескорыстно вот этот экспресс-анализ. Это не какой-то там детальный аудит и ревизия. Это, ну, довольно большую работу там провернули, но еще больше ее нужно провернуть и просмотреть, что там на самом деле происходит. И, естественно, нужно менять руководство прямо вчера. Ну, не может там человек вот этот замечательный с усами быть руководителем, когда это все публично, это какой-то кошмар, он просто должен быть уволен. Раз. А правоохранительные органы должны бы его, наверное, прихватить где-то за какое-нибудь там место и кого-нибудь посадить на какой-нибудь там стульчик. Привязать его, наверное, и спросить с него, Николай Дубровин, что ж ты сделал-то с предприятием? И кто тебе это говорил делать? Ты же военный человек. Да, товарищ генерал? Поехали. Ну, пожалуйста. Вот как бы такой вывод у меня. По поводу того, что уволить с Виталием Брамом, согласно большинству участников нашего опроса, на сайте и на странице ВКонтакте, уволить чиновников. Озвучить тему, Николай. Сделать общественный транспорт Кирилл удобным можно, если, первый вариант, сменить руководителей предприятий-перевозчиков, второй вариант, уволить чиновников, которые контролируют перевозки, третий, повысить стоимость проезда, ну, четвертый, сделать это невозможно. Вот и на сайте, и на нашей странице ВКонтакте вариант увольнения, он самый востребованный. Ну, он самый логичный. Это как первый, вообще, ну, настолько простой шаг. То есть дальше уже нужно смотреть. На этом завершаем, да, на этом завершаем первую половину мужского понедельника. Я думаю, что будем уже в следующем году, да, продолжать с этой темой разбираться. Спасибо большое, Виталий Брам. Хотя хотелось бы, чтобы эту тему больше не поднимать в эфире. Ну, год уже про нее говорим, но не может это продолжаться. Вернемся через 20 минут. Все временно. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...